Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, я священник Иоанн Тераутс, и мы продолжаем разбирать послание первое апостола Павла к Коринфянам для библейского портала экзегет. В прошлом ролике мы говорили с вами о второй главе послания апостола Павла к Коринфянам, а сегодня мы уже перейдем к третьей главе. Напомню, что первые главы, первая часть этого послания посвящена обличению тех недостаточеств церковной жизни и устроения в коринфских общинах, которые возникли в отсутствии апостола Павла. Апостол Павел провел много времени в Коринфе, для него это очень близкое паство, поэтому это послание стоит совсем рядом с посланием к римлянам и имеет очень высокий авторитет и разбирает очень много различных вопросов. 3 глава, 1 стих. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Дело в том, что по всей видимости, опять же мы видим, что это послание апологетично, то есть апостол Павел дает ответ на актуальные вопросы богословия и практики богословской в конкретной коринфской общине. И естественно данными словами он отвечает им на их вопрос. В предыдущей главе он говорил, что мы проповедуем премудрость среди совершенных. Вот здесь он говорит «да, вы почитаете себя совершенными, но вы были младенцами, да и сейчас младенцы». А младенец, как бы он иногда не превозносился, но младенец по разуму, младенец, который еще не наигрался, который действительно использует какие-то не всегда обдуманные поступки. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Коринфяне осуждают апостола Павла за то, что тот говорил слишком просто, слишком, может быть, неискусно. Ну, здесь апостол Павел дает ответ. «Вы были младенцами. Как я мог говорить с вами искусно? Как мог погружать вас в какие-то особые глубины духовности? А может быть, это и не надо было вам на тот конкретный момент? «Я питал вас молоком, а не твердой пищей». Опять же, это очень красивая зарисовка, которая относит их к их повседневности. Невозможно младенца питать твердой пищей. Это приведет к очень страшным последствиям. Это может привести даже к смерти. А в духовной жизни и подавно это очень тонкая грань, где необходимо какое-то такое развитие в проповеди. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» Что значит плоть? Это не то же самое, что тело. Плотские, то есть мыслящие не телесно, а мыслящие чувственно. Удивительно, что когда мы обращаемся к греческому тексту, то там, кстати, есть такая ассоциация с душевными, психос, то есть чувственными людьми. Плотские, чувственные. «Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой Аполосов, не плотские ли вы?» То есть действительно разделение на партии, разделение и бахвальство тем, что я Павлов или я Аполосов, это не христианская традиция, это не христианский взгляд на вещи. Дальше апостол Павел будет развивать эту мысль и представит нам еще несколько интересных ассоциаций. Кто Павел, кто Аполос? Это пятый стих. «А не только служители, через которых вы уверовали, при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий». Здесь тоже необходимо дать несколько комментариев. Апостол Павел говорит о том, что мы только служители. Когда мы с вами приходим в какое-то место, ну может быть, заселяемся в гостиницу или приходим в какой-то ресторан, мы, конечно, можем быть бесконечно благодарны приятному обслуживанию со стороны официанта или со стороны горничной, которая убрала тот или иной номер. Но, с другой стороны, мы понимаем, что весь этот антураж, все это наполнение, оно связано не с конкретной данной личностью, которая реализовала эти идеи, а, скорее всего, с кем-то большим, кто давал эту идею. И в деле проповеди Евангелия действует примерно такая же логика. Господь является центром, Господь является инициатором, Господь наполняет эту проповедь. Апостолы же лишь служители, лишь официанты, которые приносят на этот прекрасный духовный стол, к этому прекрасному духовному пиру потребное, которые приглашают, может быть, сесть за этот стол вместе с Господом. Ведь тема пира и брака божественного на самом деле встречается на страницах Священного Писания, поэтому я думаю, что правомочно использовать данные ассоциации. «Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог». Здесь ассоциация с растением. Растение растет, но ему необходим, конечно, полив, ему необходимо было посадить это растение, но ведь закон этого растения в руках Божьих. Ведь это он заложил эту саму идею, саму потенцию роста этого растения. Это говорит нам о том, что самая главная слава отдается во всех этих случаях только Богу. «Мы, насаждающий же и поливающий, суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Более того, апостол Павел в 7 стихе говорит, «Насаждающий и поливающий есть ничто». Это не значит, что Аполлос – ничто или Павел – ничто. Это значит, что нет разницы между тем, кто из них посадил или кто поливал, кто проповедовал, кто взращивал эту церковь. Самое главное, что Бог благословил это, Бог наполнил это, одухотворил это. Мы – соработники у Бога, а вы – Божия Нива. А дальше – Божие строение, новая ассоциация. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель» или «архитектор» по-гречески «положил основание, а другой строит на нем». Но каждый смотри, как строит. Да, действительно, апостол Павел обычно имел не проповедовать там, где уже было проповедовано Слово Божие. Конечно, были исключения, например, его путешествия в Рим, где уже церковь была основана, но, по крайней мере, в Коринфе проповедь апостола Павла была первой. И именно он положил основание. Дальше его ученики и соработники, христиане потихоньку строили здание церковное. Апостол Павел часто пользуется понятными и интересными аналогиями в отношении к церкви. Так, иногда это тело Христово или тело человеческое, иногда это строение, иногда это Нива. Апостол Павел пользуется разными инструментами для того, чтобы достучаться до логики и сознания его слушателей. «Но смотри каждый, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Апостол Павел не говорит, кроме основания, которое «я положил». Свою личность он как бы изымает из этого текста, которое уже положено. Это страдательный залог, значит, положено помимо апостола Павла. Положено кем? Естественно, Богом. И это основание Иисус Христос. Невозможно, хотя были попытки построить какую-то нравственную, может быть, очень этичную модель, но без Христа. Все эти попытки оборачивались неудачами. И сегодняшнее общество, которое говорит о том, что оно гуманное, не избежит ошибок и не может их избежать, потому что общение с живым Богом и наполнение, и когда мы наполнены Духом Святым, когда центр этой жизни не сама идея нравственности, а Христос, пример этой нравственности, наполнитель этой нравственности, устроитель этого, вот только в таком случае действительно это может работать. И церковный человек наверняка всегда это поймет, поймет на каком-то иногда даже подсознательном уровне, на уровне опыта. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. С 12 по 15 стих апостол Павел рассказывает о строителях. И самое интересное, набор материалов, которые используются для строения этого мистического тела церкви, мистического строения, очень странное, ведь мало кто строит, да, наверное, никто не строит ни из серебра, ни из золота, ни из драгоценных камней, это не является основным материалом строительства. Кто-то строит из дерева, соломы или сена, странные две группы. А теперь у нас с вами есть объяснение этого примера и этой аналогии, ведь впоследствии говорится о том, что дело каждого будет испытано огнем в день. В день какой? Здесь, наверное, нужно ставить это слово с большой буквы, в день судный, в день последний, в день Господень. Часто эта фраза встречается на страницах Веткого Завета и как раз-таки говорит об дне Господнем. Так вот, дело каждого будет испытано огнем. Серебро, золото или драгоценные камни устойчивы к температуре, а вот дерево, солома или сено как раз-таки очень быстро воспламеняются и очень быстро сгорают. Поэтому каждый проповедник может строить по-разному. Кто-то на вечных и далеко идущих идеях, кто-то на сиюминутных, иногда ошибочных, непрочных основаниях. Но самое интересное, что да, дело каждого будет испытано. И тот, у кого оно не сгорит, тот получит награду, кто у кого сгорит, получит урон. Не наказание, заметьте, урон. Но будет спасен, как из огня. Именно греческая конструкция здесь предполагает страдательный залог. Не спасется, не возвратный глагол, а будет спасен. Кем? Естественно, Богом. Потому что, а кому дана еще власть спасать? В нашем с вами тексте синодального перевода бывает так, что страдательный залог заменяется возвратными глаголами. И, конечно, немножко теряется смысл, сбивается вот этот прицел. Средневековое богословие западное делало вывод из слов о том, что спасется как бы из огня, или будет спасен, как из огня. Делали вывод о том, что существует чистилище. Что кто-то будет действительно при недостатке добрых дел испытан в чистилище. И эти мучения приведут его в Царство Божие. Однако, восточное богословие никогда не усматривало в словах апостола Павла идею о чистилище. Но говорило о том, что здесь мысль апостола Павла совершенно иная. Она о проповеди. Она не настолько апокалиптична, как может себе показаться с первого взгляда. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет у вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Храм Божий – это место пребывания Бога. Особенно в терминологии что язычников, что иудеев, храм – это место наибольшего присутствия Божия. Может быть, даже единственного присутствия Божия, где Бог тебя слышит. Но Господь в беседе с Самарянкой говорит, что настанет время, и настало уже, что не вместе с всем будут поклоняться Отцу, но Отец ищет истинных поклонников в Духе и Истине. Что действительно человек сможет приносить Богу духовные дары не только в определенном и уготованном месте, но сможет это делать с помощью своего сердца, с помощью себя лично. Господь в Новом Завете реализует те обетования, которые давал в ветхом о том, что Он создаст себе народ избранный, людей, взятых в удел, царей и священников. И действительно, на новозаветном народе это исполнено. И мы являемся храмом Божиим. Поэтому небрежение к себе или к своим братьям является не меньшим грехом, чем небрежение к храму Божию. Даже в Иерусалиме, который особенное значение играл для всех иудеев. Дальше. «Никто не обольщай самого себя». 18 стих. «Если кто из вас думает быть мудрым веки сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавствиях. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. И так никто не хвались человеками, ибо все ваше». Итак, дело в том, что мудрость века сего, она ограничена. Она построена на опыте человеческом, но опыте материальном, опыте жизни на данной земле, в данном конкретном пространстве и времени. А, например, опыт божественной жизни, опыт Духа Святаго, голос Духа Святаго, говорящий в апостолах, говорящий в проповеднике, который пишет данное послание, он открывает тайны Божии. И об этом мы говорили уже до этого. Мудрость человеческая требует, чтобы ей хвалились. Она взывает как бы к самому человеку, чтобы она была предметом похвалы. В то время как премудрость Божия призывает нас к смирению, призывает нас к тому, чтобы мы не хвалились этим, но радовались тому, что Бог дал нам эту благодать, подарок. Апостол Павел, как никто другой может говорить об этой благодати, ибо он сам был гонителем христиан, но был призван Иисусом Христом. Стал одним из самых плодотворных проповедников Слова Божия. Стал первоверховным апостолом из гонителя христиан. Он знал не понаслышке, что есть благодать, что есть этот подарок Божий, что есть этот вызов из греха, из тьмы к свету. Павел ли, Аполлос, или Экифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Да, мы с вами можем действительно быть благодарны, можем относиться с большим уважением к авторитетным проповедникам, духовникам, но самое главное помнить о христоцентричности. Это особенно важно в современном контексте. Послания апостола Павла, хотя и были написаны чуть менее, чем две тысячи лет назад, не потеряли своей актуальности ни на минуту сегодня. Ибо они говорят о тех же самых проблемах человечества, которые возникали на протяжении всей нашей истории, из года в год, из поколения в поколение. Держаться того, что Христос в центре, Христос начальник, Христос начало и конец, альфа и омега, Христос это тот, который взращивает церковную жизнь, а мы можем творить ошибки, мы можем строить на этом основании что-то свое, но Господь все-таки взращивает, все-таки исправляет нас. Это очень важный момент, которую мысль дает нам апостол Павел в данных главах послания к Коринфянам. Мы с вами продолжим разбирать это послание в следующих роликах. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...